Будет бить крипов, будет их много убивать, потом будет убивать противника, если не помешает Hellraiser. А Лаурид нравится подрайзера. Привет! Да. Что там? Я что-то отлучился надолго, просто сорян. Ничего страшного. Кэптэнс мод у нас. Нет, что там с этого? Ты там, прыгай ко мне. Все нормально у нас там? А, да-да-да. На экстрас в лобби надо, типа, чтобы камеры я водил, ну, ты понял. Нашлось ко мне, добрый, где-то встают, короче, прыгай. Осталось пять. Мы на разных этих... Ну, типа того, да. Ничего страшного. Ну, это не проблема-то. Так. Ну, что ж, по одному бану еще. Как типик Hellraiser? Так, сейчас быстренько пройдут по бану, по-пекам. Очередь команды Силцвета запрещать героя. Ну, это что у нас вообще? Какой-нибудь Кэптэнс мод. Кэптэнс мод, да, все правильно. Кэптэнс мод. Ну, неплох. Неплох. Почему бы и нет? Ну, да, суппорт кунька у нас будет. Осталось десять секунд. Офлэйн, Бэтрайдер, судя по всему, Керри, Гирокоптер, Шадуфинд, Мид, еще одного суппорта нужно будет выбирать. Пока вроде такой расклад, Даззл забанили ВП. Ну, да, ВП не хватает. Как раз героя для Фобоса. Вот эта трипла сформулирована уже. Сформирована. Очередь Виртус ПРО выбирать героя. А, да, 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 агрессивный триплу, это очень жесткая, она будет, рейкинг, аппарат, еще и под жестким бэйном будет приседать там как раз этот суппорт кунька с Гирокоптером. Ну, тоже, мне кажется, будут, если увидят какого-то сейчас такого прям Соллера, который может пойти в легкую линию, там, а тут будет его носить что-то. Я думаю, все-таки пойдут ВП, наверное, драться воевать. Ну, да, это было бы как минимум интересно. Интригующе с первых же минут идти в бой. Ну, а с кого-то керри на легкую против Батрайдера, думаю, придумать не так уж и сложно. Батрайдер, типа, не так крут, так что против него можно кого-то ставить раньше. Очень жестко против Батрайдера стоять. Было. Сейчас не так уже. Ну, да, кого угодно. ДВ-ручку можно какую-то поставить аккуратно и прочее, прочее, прочее. Что-то, может быть, что скидывает стаки, например, кого-то с Ларка. Так вот, у Никса. Никса, да, тоже такой был у нас популярный лайнап как раз в Нюкс против Батрайдера. Скорее всего, Нюкс, да, в легкую палет. Ну, да, вообще, в принципе, более-менее понятно, чем будут заниматься ВП вот эта карта, не совсем понимательно, на что будут делать Хеллрейзер, потому что у них вроде как вот такой суппорт кунька, который против трибул будет, наверное, не слишком крут. Ну, еще одну фиксацию, который, рейндж-стан, то есть рейндж-суппорт, а, может, со станом каким-то. Осталось 10 секунд. Не знаю даже, кто это может быть, может, какое-то... Осталось 5 секунд. Мирана. Рейндж-суппорт со станом. Мирана. Мирана рейндж-суппорт с диким станом. Дополнительное время. Ты смылаешь? Суппорты будут. Под кунку-то, под комбо можно? Можно. Почему бы нет? Да, это максимальный тимплей, когда ты даешь крест и под крест даешь стрелу. Ну да, без тайбрингера будут играть, будут через метку как раз. Через Mark the Spot и через Тарантик играть, скорее всего. Ну, весело. Ну, весело на такой кунке играть, когда ты роумишь, например, ты бегаешь, мидер уничтожаешь, к трипле прибегаешь. А тут у тебя проблема, у тебя на сложный, возможно, будет трипла. И ты, как такой сейвер своего герокоптера, ну, не очень, по-моему, на кунке. Вообще не очень. Вообще, да. Лес не пофармишь особо. Еще торрентом надо попасть. Спелл-то такой. Ауешный. Грандомочка. Грандомочка. Ну что, Ашарик? Эх, Серег, помню я кункевича одного, этими рапирами. До сих пор помню. Было-было-дело. Было-дело. Помнишь, да, как ты меня заруинил РММ? Короче, приехали мы, это была квалификация, по-моему, на интернешнл летний, да? Да-да-да. И мы сели в арене в киевской поиграть в папочек. Ну, там все факеры. Я как раз Рустам. Форс, по-моему, он должен. Да, Форс. И я что-то фармил на этой кунке, фармил, нафармил, у меня было рапиры, дейдалусы, там эти, по-моему, Battle Fury. И нас ребята пушат, а я еще с Инвизой, по-моему, это делал, у меня еще Red Shadow Blade был. Я подошел, ударил по крипу, а передо мной стояли все герои, ну, пять героев. И тупо не сработал, не сработал, не сработал, не сработал, я не знаю, как я промазал, просто они передо мной все стояли. Да, это дефолтные истории, да. А потом просто товарищ Сергей взял, две рапиры противнику отдал, и мы проиграли. Все просто. А вы... Без рапир мы бы выигрывали просто без вариантов противных, там не было шансов. Но Серега даровал противнику. Эх, история, история. Так, 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 молодец, молодец. Мне нравится вот этот Фобос, мне нравится, он хороший, у него сет, но вот спина, спина, конечно, у него плохая. Подвел, да, спинкой? Спиной подвел, да. Очень подвел. Какой-то вообще непонятный чувак, там, профессиональное снаряжение от Каспер. Все ясно. А, ну да, он здесь спинкой подвел, подожди, еще чем-то подвел. Не, да там потом это такая, стандартный, там, стандартный, Фантаз Турниер Компедия 2013, какой-то, этот Хорн. Но все равно не твое, у тебя что осталось? Ну, ничего страшного. Профессиональное снаряжение от Фасарта в большинстве. А, я понял. Слушай, ну, у Каспера игр он больше смотрит, чем с твоим участием, конечно. Ситуа 44, ну смотри, хоть мои 15 игр посмотрел. Ну, тоже неплохо, да. Подожди, а вот сейчас то, что ты комментируешь, засчитывается, нет? Я думаю, я не знаю. Может быть, да, может, нет. Мне кажется, это и есть эти 15 игр, которые ты, конечно, понял. Которые я на последнее время комментировал. Делать нечего было, какой-нибудь там МДЛ Америку смотрел. Оба сидел, да, по ночам МДЛ Америку смотрел. Ребята, я не буду тренироваться, сегодня МДЛ Америка, а с мил комментируют. МДЛ Америку все. Понятно. Возможно, вас может, и кто знает, кто знает. Может, чтобы с фиде смотреть. Давай, по пихику быстренько пройдемся. Что там, холлрейзер, рейдинга и бах будет фармить на гирочек. Вот там, годдэм, рубик. Суппорт, собственно, Андершок у нас второй суппорт на кунгке. Афонин у нас медовой СФ, ну и на траббере в вафлене будет стоять. Такой расклад. Кшач-кло. Кшач-кло, да. И в ВП. Фэнкэшка играет на Бэйне, Сайл, Таренкинге, Готный, Вокер, Фобос, Микси и Лил Сачке на АА, Парате. Парате. Ну, слушай, не трипла, пока, пока дабла. Бэйн пошел митером, помочь. Ну, сейчас так играется через роуминг 1 в спорте, как раз очень сильный у этого спорта. Бэйн всегда может прийти вниз. И сейчас может выход какой-то будет, смотри, на одного героя, пока нет, нет этого Бэйна цеплять кого-то, но нет, 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 уходится. Ой, ты тут торрент, ты посмотри, ты посмотри, как он исполнил. Андершок. Сейчас, кстати, Годем умрет. А сейчас он продал своего тиммейта таким образом. Да, Годем умирает, скорее всего. Что это было за торрент? Что это все такое? Зачем он это кинул? Непонятно. 10 торрентов из 10. Не, он просто думал, Наверное, что Годем уже цепляет и типа кинул. Потому что там все-таки задержка 1.6. По телекинезии поднимешь? Ну, да. Ну, что-то так все было, да, исполнено. В итоге торрент минус и минус сразу же один герой Hellraiser. В общем-то, ну... И дальше, ты посмотри на ебаха. Здесь же Лила, а вот Лила Челенькача попкакит. Ну и так пробивает с руки. Надо проедать, дальше проедать. А, нет, нет, нет. Короче, кто дал ему кунку в руки? Они пикнули, так. А нас на миде год еще хулиганят с Афонином. Там, что ли? Ну-ка, Лакрити есть. Ну, я вижу, колдснейфа. Да, Инвокер вообще жилский стал. Я говорю, вот это за Лакрити. Что на СФ не проигрывает с этим Лакрити в миде? Раньше СФ бы ему в салат, просто переденавил бы этого Инвокера. А сейчас Инвокер что хочет, что и делает. Пейн, выход на мидл. Так, слушай, а тут варда-то не было у СФ, а вот у ФНГшка собственный вард поставил. Заходите действительно на этого самого Шадоу Финда. Лакрити есть, колдснар есть, Рубик на месте. Ну, да, правильно, правильную цель поднял. Слушай, на развороте Шадоу Рейзик можно прописать. А нету маны на Шадоу Рейзе, 90 маны стоят. 90! Эх, ну, слушай, вообще жестко слишком. Бедняжка СФ. И Бейн ему мешает, тут и гангует, еще и Койлы стоят по 90. Ну, так невозможно играть, надо ливать, я думаю. Поним. Я сейчас думаю, как сейчас по рдм, а дать СФ взять чьи-то другой, клопку. Но нет, здесь CM, CM мод, на СФ пытаться мучить. А тебе ответочка, ответочка, под один нюк, под один нюк. Можно, можно ожидать, можно. Так, так, ну-ка, 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 вот-вот-вот-вот-вот, вот-вот, Год в инвиз, и пытается сманеврировать, а он понимает, со мной нет. Тупо инвиз, тупо инвиз просто. Хорош, что имана хватило на этот инвиз, могло бы имана не быть, столько он уже раз кастов давал. Слушай, вот Серёг, ты шаришь. Скажи, вот Год играет на этих, как их там? Ну нет, нет, ну быстрое прожимание техспособности. Да-да-да, на квиккостах играет. Он чуть ли не один из первых вообще пересел на эти квиккосты в мире. Короче, ты быстро слишком Мэдвис прожимаешь? Он жаловался. Он на квиккосты еще пересел, я Virtus.pro играл. Это было уже год как минимум. Даже больше уже, по-моему. Я понял, да, он слишком быстрый Мэдвис какие-то прожимает он? Да-да, да, да. У вас квиккосты ставят, он на всем. Все-все-все. Квиккосты, круто. Вот, наконец-то он попал этим торрентом снизу под марку. Торрент сделал отлично все. Серьезной выход от ФНГшу в middle. И снова, и снова едет информация. Опять коллснап, но нет, сейчас... Ну... 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 Ну, слушай, так, не хватило первого. Короткого. Бейнб умер. Слушай, да ладно, ФНГ из тебя еще и за Найтмейрил, чтобы... Да, он не умер бы от Таура. Ну, наверное, да. Вашевал хп бы там все-таки прилично оставалось. Потому что 60 хп, 4 армора. Ой, 60 хп, то есть 4 армора, до 22... Не, умер бы. Скорее всего, но не факт. Ну, лишний раз перестраховался ФНГ, в Найтмейр все закинул и выжил благополучно. И сейчас умер от Тауккрипов еще. Да, и этот инвокер становится сильно большой проблемой сейчас для Hellraisers и для SF в частности. Особенно эти инвокер, которые сейчас покупают новомодные эти артефакты. Драгон Лэндс или там подплывается. Вот этот, который дает атаку с руки побольше. Короче, я в Америке видел... Закур, знаешь, сколько на миде? Ну-ка. Шесть фэйрифайров. Так. Ну, просто миде купает шесть фэйрифайров. Плюс 12 к атаке дает ему. И он приносит себе потихонечку там и там боттл принес, там фэйрифайр съел. Ну, как бы, отрегенился и съел этот фэйрифайр. Снизу у нас. Серьезно. Так, годдэм, годдэм пытается уйти. 47 хп у него осталось. А что на лево не подчеркнулся? Налево проход был-то. Как-то он... Неплохо спаневрировал. Он еще убегает. Ну, Санк все до конца, конечно. Но тут еще ибах может стоять. Ну, подняли. Годдэм, годдэм бежит, бежит. ФНГ пытается ибах этим временем взять. Ибах стики юзает. А ладно, станом закрывают такие герокоптеры. ФНГ из Божжа должен покинуть. Крип мешает подойти Амбершоку. Но Торрентом добивают его. Санк не добил годдэма. Опять же ж пытается уйти. Ой, ладно, Манго сожрал много дэм, опять ушел в туман войны. Боже. Так играет этот крут дэм на тоненького. Очень на тоненького. Посмотри какой, а. Вот это шалун. Вот это проказник. Дэм. Неплохо. Железный у него. Железный. Согласен, железный круг лишит. Неплохо, неплохо. Ну и вот такая веселость на нижней линии. В общем-то, ребятам с ВП они все так круто получаются. Пока все-таки допускают ошибочки и смерть, если у него аж две штуки. Правда, Сайлент не умирает, наверное, на руку ВП. Но все же у него и килл, два ассиста и более-менее неплохо фармить. Но саппорт гибнет периодически. Что у нас там на топе? На топе я вижу Бутрайдера. Чувствует себя просто хорошо. Бутрайдер топовый нотворост в своей команде. Нюкс не проигрывает вообще. Если сейчас Бутрайдер пойдет, отойдет чуть от аура, буквально-таки чуть-чуть. Его Нюкс прям сожрет за раз. Ему нужна отргенция. Он до базы лучше сходить во всем. Маны нет, ничего нет. Еще Афобус его гонит как раз-таки. Выгнул с линии. Да, Транквилы есть. Кто-то пытается дойти. МП не осталось совсем. Бутрайдера. Тешиловат на линии стоять. Ну и Афобус уже жарко. Афонин. 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 Ммм, да. Бедняжка СФ. Как же ему больно. Да, еще траля у него забрали тут. Забрали. Очень крутые варды стоят у ВП. Не дадут вообще СФ у леса фармить. Все у него так с самого старта, да. То есть вот этот вот вард, который стоял и два раза Бейн приходил сюда, сейчас еще вард в леса поставили, чтобы там какие стаки не фармил СФ. Еще ужасно играть. А то Финдия в такой ситуации. Фобус, Фобус, Фобус. Заимит. Станычком. Станчиком надо крипов убирать. Всех. Всех причем. Ну, кор. Нет, не всех не заберет. Ждет немножко вот. Кус-накуснуть, куснуть надо. Хорошо. Куснул. А дальше что? О, парканчики провязывал. У меня 9. Так, а все есть. Ну крипы с одного остана не забрать, самоле. У слишком мое какие-то живут. А сейчас щас приканется от Сатира Мучителя. Аура висит. Ну, да. Он сейчас захочет огнем. Сейчас всех пожечь еще. Хобот сейчас очень много здесь скрипов заберёт. На первую линию, мид линию. На топе более-менее ровно. Ну и суммарно в vp есть преимущество . У нас threshold 5000 монет, что старт неплохой. Андершок с арканчиками, лев. 4. Ну вот в принципе старт неплохой. Андершок из кункии. Опасались мы за то как он будет чувствуешь себя на ленинге, при агрессивной 3-пол линии. Но выкрутился более-менее в ситуацию. Посмотрим, как он дальше будет себя проявлять. чем он будет заниматься шахманы может да, если все по своему намерению не хочешь нежелание так просто смотри, это прикол на два городкойла есть? нету ну вот теперь на теперь есть ты должна три хватит так подняли на фнг на торрент фнг слепдалт получает крест им нечем убивать сейчас тоже нечем да ой е е е е коту утащили коту утащили инвест есть инвест есть торнадо да ладно он уйдет да не, у него еще 15 тиков было он выживал бы там 100% и опять он умирает товарищ пирокоптер да причем он погиб где-то здесь между первым и вторым тавером а за ним до конца бежали ввп трипло пришла под фобос опрос забрали а гбус на грустно дела тут у гирокоптера ну вы сами видите какой шестой почти такой же как у аппарата тяжело фармить не дают убивают жизни лишают ушел на топу я предлагаю собраться вообще хэрл хэл резис потому что не хочется смотреть 3 катки по 25 минут силы света укрепили свои ну да хотелось бы конечно побольше модов увидеть и какую-то интригу создать что ли но пока действительно все вылезет однобока в первой карте ардм и выиграли сейчас второй карте тоже доминирует захватили инициативу с самого начала фрагов наделали вот зажали коров оппонента понятно что делать выход на фоне выход на годдем сейчас будет просто срезает его фобос бежит и срезаем срезаем ну давай давай ты же видишь его на годдем все да минус минус годдем да он его в соло заберет ай да ладно все равно не уйдет нет уйдет уйдет боже он сразу под коптал и сейчас промазал ойго юфобос как же плохо исполнил даааа отвратительно 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 но это потому что не полный твой сет поэтому собственно конечно не получилось у него шашло пытается убить время шашло поднимается воздух на фаерфлай на нем висит колд фит и он замораживается погибает в итоге шашло сейчас пришел тупо заменил готема на этом киле он говорит они должны были сделать килл должны были отдам должное противнику пойду отдамся все бед урбик выжил не страшно кстати говоря вот что хотел отметить вот эти новые леса измененные проходы они вообще на руку таким героям как никс сейчас можно по-всякому подойти к нижней линии куда-то в мид выйти сколько проходов вот этот вот это очень крутое изменение видишь на миде бегают ага здесь не видно теперь нюкса когда он здесь пробегает ааа ну да в артем не вид ну да помнишь как раньше пробегали и видели постоянно героя которые здесь пробегают да да а теперь тауэр то отодвинули тауэр то раньше вот здесь стоял где-то в этой области а сейчас чуть подвинули его ага ну да сейчас обзор не хватает радиус действия ну да опять же это очень хорошо для гангов различных и такие персонажи как никс могут все вообще хорошо чувствовать пробегать как хочешь к нижнему тауэру к миду противнику везде доставать его там неплохой выход получился тоген инвокер подловили еще и никса посадили на крест дал афонин один шадоу рейс а сейчас мы мог бы дать сюда тупо стан тупо стан на развороте никс и умер бы товарищ афонин он под улетой аппарата был афонин могли бы забрать просто с рикоста ну да да под испугался что-то никс и сразу с рейкером ну колл стамп надо кидывать и на фейзаха его просто добивать ГД будет прямо в лапы к противнику умирает и так есть карапас на огонь карапас на огонь и все бежать 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 Аксалин да он пока жив тут сверху залетают у него коллдаун включает плейдмейл он не очень хочет его бить подняли а там финскрипт посмотри на фонина шедоу рейза а пах фонин погибает боже минус 4 да черт как-то как-то да не идет у холл рейза еще андершок до конца уже чтоб пятого отдать его в Найтвижн сейчас лил увидел но не знаю будет успеет на торнат поймать не успеет успел емпшка а дальше то как добивает надо хоть что-то еще дать боже емп взрывает андершок уничтожил лил куда вернулся а он убивает неплохо сыграл еще и шлиф ахахаха нет нет так не работает умирает аппарат все таки но все равно доминирует довольно серьезно ввп и уже под тир 2 не прощают заходят нагло делать ну и чувствуют своих персонажей чувствуют свое производство и по лавламу сейчас все замечательно и по деньгам и по артефактам как следствие тяжело уничтожил саляндр будет катать эту игру потому что у него появляется орхид буквально вот уже и вот сейчас будет с этим инвизом бегать просто уничтожать все он памчик будет разыгрывать такую пятый векс у него да третий класс по партейку партейку сейчас катает он должен донести себе только орхид орхид в курьере к нему прилетает можно пойти сразу в принципе реализовать вот уже инвиз скажу что он заюзал сейчас можно инвизик закастить и да и побежать просто реализовать не такой он конечно сейчас быстренький такая приятная руна хочется руну оставить не забирает прокастоваться потом вернуться ну ладно забрал причем он сделал тапалевно под бортом противника так что скорее всего могли заметить что это бегает в инвизе шачло сейчас должен умирать ау шачло не понял подождет он короче фаерфлай знает что закончится умирает умирает шач там бешеный дэмидж бам бам да 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 бам бам убил бешенцо очка как сырая спичка не знаю вроде как мне показалось что поум хеллрезер кликнули когда пропала руна и должны были заметить чтоб инвизи ее забрал наш член это явно не среагировал он пошел в сторону этой самой руны и просто погиб в то время как его команда в четвером где-то вот возле тир-1 на миде не хотят сделать демо хотят подцепить смотря ФНГ на развороте просто Финс грипп и уходит так неплохо развели на все что можно ашер и теперь приходит гот дал торнадо зацепил пока 1 вандер шока с другой стороны потягивается лил дал колл фит но не заморозит ФНГ просто в тупую развернулся когда на меня убежали 4 героя развернулся и дал тупо Финс грипп ну да вообще бы нет и выжил из-за этого вообще да из-за этого он выжил так вот телегриз получил и погиб а так и все грамотно получается сыграл ну вот теперь будет перехват шачло а там уже сальт шачло только возродился ну вот только только ну сколько можно думать с всех сторон противник еще залетает айсблазм да минус даггер не откладывается откладывается было 1500 стало 1100 теперь сейчас вообще 930 эх сейчас по таурам будут убивать да раскресился пошел умер раскресился пошел умер романтика так андершок тем временем ой получается стан от сален тут развороте по фоне на что то есть 1 1 2 андершока просто ели да не успел даже лететь на нюксовские мпл на нюксовский мпл и как умер короче так давай думать вот значит у нас осталось 3 моды какой из модов может спасти халере ну явно не каптанс мод я на я не могу нас остается каптенс драфт рандом драфт и сингл драфт каптенс драфт мы играем по моему нет каптенс мод ну сингл драфт на нем можно отыгрывать как-то Потому что там герои будут нестандартные, там по три же героя эти, правильно, дают? Да, да, да. И ты из трёх героев выбираешь, какого хочешь. Да. Вот, и вот этот мод может спасти, потому что могут очень много имбалансов дать. Как раз таки, а тем же ВП нет этих имбалансов, и на этом можно тащить. Ну, и потом сражаться на Кэптонс моде. Эх, ну, видимо... Нет, подожди, не Кэптонс мод какой там? Кэптонс драфт есть, и рандом драфт. Рандом драфт. Ну, скажем, по рандомности, если моды эти как-то классифицируют, то мы с права получаем сингл драфт, как самый рандомный, да, из выпадения персонажей. Потом рандом драфт, потому что там у героя покраничено, а потом уже Кэптонс драфт. Следующий пик, сейчас же пик был Хайров. Вроде да, да, они ЦМ. Да, первый пик был ВП, они выбрали РДМ, потом был пик Хайров. Я думаю, если ВП выиграют эту игру, они тупо возьмут ЦМ. Нет ЦМ, а Кэптонс драфт возьмут. О, Кэптонс драфт есть, да. Ну, что-то какой-то такой, Кэптонс мод, чтобы закрепить свои преимущества. Вообще да. Ну, трендарцы хотят выиграть и, типа, пойти на боковую. По-быстренькому, по-быстренькому. Ну, так и может и получиться, на самом деле. Но вот в этой карте, конечно, шанса на спасение уже практически нет. 15 мяч проигрывать, а на 17 мяч это просто какие-то непятижимые цифры. И пять, пять героев ВП, по надворцу больше пяти героев Хэлл Рейзерс. Это уже о многом говорит. Сейчас нет. Кто там, СФчик? СФчик убить. Убить СФчика за эту наглость и дерзость. Сейчас Год может погибнуть. Слушай, там Торнадо воровывает. Ой, Год. Год, покажи Год, Кода слили. Ну, а дальше, дальше, дальше. Добавить, добавить, добавить. Добавить, добавить, добавить. Крест аппарата. Аппарат вернулся и погиб. Минус. Слушай, тут. И, что Файтер Кап, смотрите, сейчас еще ФНГ. Файтер Кап не усвечивайся, пожалуйста. Дай нам до конца. Уже три тысячи голды за двух героев. Три тысячи голды за двух героев. Еще погиб Бэйн. Это переворот. И еще, сейчас еще один. А вот, вот, Бэйна показывает как раз четыре. Четыре триста в опыте. Даже не четыре триста, да, отнимем. Три пятьсот в опыте и четыре, сколько там? Триста по голде. Нормально, нормально. Чистого. Да, камбэк. Вот только я сказал, что за камбэчить нельзя, оказывается, можно. Если вот так вот, то будет отдаваться. Почему бы нет? Ну и вот тут как раз таки даггера, которого не было, у Батрейдера, который он там выскребывал из лесов, вот он появляется. Ну, не особо помогает, потому что сами тоже в соло пошел бывать шачло. Аппарат летит, попадет? Нет, попадет, нет. Нет, попадет четко. И прям... Нет, как он вообще вывернулся от нее. Покасательный прошелся шачло и не попался. Полезая бритвы. Полезая бритва, да. Так и было. Мы все видели. Реально сбрил бы его. Мне просто пугает общая стоимость, ну, натворсы, инвокера и рейткинга по сравнению с бедным шадоуфиндом. Ну, да, SF, но если сравнить с керри гирокоптером, керри гирокоптер, который имеет натворсы 4 800, в два раза меньше, чем инвокер. Когда SF только в доте появился, ну, давно-давно-давно, я его вообще называл шадоуфилд. Филд? Филд. Поле. А, шадоуфилд. Теневое поле. Это что-то из Наруто, по-моему. Походу. Теневое поле. Так, ну, Мекку пытается информировать в фоне, но ничего страшного, что против него аппарат. Не особо решает, главное, что Мека нужна. И эту Мекку еще нужно как-то нафармить на 2 минуты. Вот как это сделать, если твои тиммейты весь фарм забирают со всех лесов. Ну, вот смог решили поражать, сейчас еще раз будет камбэк, судя по всему. Будут попытаться кого-то подлобить. Темпа ровно на Торнадо, очень нравится ему эту способность. Он не отдает ее, им другую не берет. Нарин, направо есть гем, кстати, гем приобрели. Слушай, крут. Стоят, 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 смотрим. Смотри, ребятушки стоят. Сейчас можно кого-то схватить. Найти бы еще, увидеть бы самое главное кого-то. Кого ж бы не видят. 3-1 тавора стоят. Как вот так играть? Неизвестно. Код БКБ себя приобрел грубще. Да, года сейчас очень трудно взять, если только хватать бэтрайдером и до БКБшки его прям подвкуснуть. Ну вот нападать на рискинга я не вижу никакого смысла. Сален скорее вас сам убьет всех. Годема. Садиль на крест, а, пошел. А нет меня. Можно на разорок хватать? Было бы. Наверное. Как-то стараться хотя бы это сделать. Вот тут драться Айшера сейчас на Рошане, в общем-то. Ой, смотри, крест, сейчас лассо. Нет, лассо будет глупым идеем, потому что он не вернется с противником. Да. Ну, с года просто закинул. Мы его сразу в форстафф лихожем, форстафф был, потому что на телепорту у нее не было выбраться оттуда. Да, помогает Лилл с форстаффиком. Так, побаиваются в легкую в РТУСПРО забирать Рошана. Треть хп сняли. Мне кажется, я буду замес. Сайлент пошел. Мне кажется, что по этому надоело. Кот пошел, Сайлент пошел. По КПшке, Айсбласты. Уходите Ашер, просто уходите. Хотя, слушай, сейчас как афонен ТАСТ, Реквием, как не больно, ВиртуСПРО, байбах и бах под колдфитом. Слушай, Никсата заправишь? Они сейчас под кораблем, все под кораблем, все под бафом. Ну нет, спадает, уже спадает. Слишком большое преимущество. Они даже корабль пробивают. Ну да, слишком большое преимущество. Конечно, Готэм лоу хп, там Андершок стрелял, Андершок минус, Сайлент еще выживает. После реинкарнации Муратнина. Шач тоже должен убирать. Муратнин, Шач падает. И, и, мне кажется, сейчас зайдет. Опа. Пошел, пошел Готэмчик. Оп, оп, оп. И сохранил Гем Готэм, Красана. Просто сохранил Гем за командой. Насталичный. Рейд Кинг остался Инвокер. Они тупо пойдут еще на Рошана вдвоем. Как раз это те герои, которые могут забирать Рошана. Да, будут забирать. Митрил Хаммер, Майлд Стром, Ага, Гипер Стром. Все это Мгъелнир в конечном итоге должна превратиться у Сайлента. ПС такой жесткий выходит. Да, ну, в общем-то, я не знаю. Мы, конечно, давно уже похоронили Хелл Рейзер. Но они еще не шутят. Готэм на Сентре, Готэм на Сентре, на Сентре, на Сентре. Поймал там надо. Эх, добегался. А где Геп? Подожди. Подожди, он скинул его, да? В чикане. В чикане он, да. Какой жесткий Готэм он знал, что он может погибнуть и просто предварительно взял Хелл Курьера. Неплохо. Хелл Сохранил для команды. Фанцы еще остаются. Гипер Стоун покупает себе Инвокер. У вас будет? Это будет Керасон. Керасон. Потому что я еще один Гипер Стоун из Рейдкинга, но это будет Милл Нерас и этого Гипер Стоун. А тут бы, наверное, будет Керасон все-таки. Ну, чем можно еще из Гипер Стоун собрать? А, Муншард. Ну, ну, нет. Хех, Инвокер. Нормально, смотри, как он бьет. Смотри, как он бьет. Можно Муншард варить смело. Я уже вижу Муншард на Готе. Так, стой, Сафонина правда разбирается. Ага, Егис есть. Ну, убирать сам не хочет. Даже Егис терять не хочется. Он в НВ спрятался. Готдем без рядышком бегает. Подкопчики. Готдем, колдфит. Умирать не хочется, ведь такой молодой. Гот, убивают еще. Слушай, какой жесткий Трубик. Трубик молодец, Готд, мне нравится. Кайерок мог сесть бы, Ферри Фаера, выжить. Не умерять от пички. А, забыл, что он на Венитаре, наверное, есть Ферри Фаер? Ну, да, походу, забыл просто. Был достыкал, но бывает такое. К этим новым артефактам еще привыкнуть надо. В итоге, Егис отдан был. Так, 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 а снизу и бах. Почти нафармился на БКБ. Я в Соло, ФНГ может убить. Ну, так, не надо было. А, не, под ульту аппарата, конечно, ези, ези, ези. До свидания. Так, что я вижу? Я вижу... Я вижу линзу на кунке. Так, а что это дает? Линза? Это торнадо, ты посмотри, с какого рейнджа можно кинуть. Ого-го! А корабль поближе. Крест поближе, да? Ладно, подожди, а крест? Крест тоже далеко. Неплохо. Можно прям с очень-очень большой дистанцией инициировать. Башню Сил Света на верхней лени, атакуй. Да, прикольный артефакт, ОВФНГ, ответка. Наш ответ с Чемберленом. Оп, да, и Салин пошел мстить. Айс Бласт, ой, по двоим! Да, минимально распространение. Схих держатся, опять гейм сейчас выпил. Оп. Лил забрал. Шачно пытался этот гейм взять, беймбрек откидывал там. Залетал, но уже поздно. Перехватили вэп. Ну да, чё-то серьезно. Серьезно как-то вэп. Давид, решили не убирать в долгий ящик, это все. Давай-ка мы по-быстрому. Ну, чё-то по-быстрому, по-быстрому, а играт затягивается уже 25 минут. Ну, такое поджимают. У нас 6 товаров стоит ОВП, и последний товар падает у Ошера. Да, снижь Тер-2. Последний внешний, собственно, остались только товар на базе. Ну, соответственно, прижмут к базе, и рано или поздно снесут. Как быстро, не быстро, но идет все к 2-0. Стремительно идет к 2-0. Да, в общем-то, не знаю, Хелл Рейзер. В этой карте, конечно, нужно что-то поздно менять, но надо подумать о том, какой мод выбирать. Даже не, не будут выбирать. Блин, мод выбирать же еще и Виртус Про. Вообще, ситуация ужасная. Настая ситуация. Ну, ВП, есть в них нотка такая. Когда 2-0 ведешь, а потом 3-2 заливаешь. Ага. То есть, а давайте мы сейчас сами возьмем сингл драф. Да-да-да, типа давай поприкалываемся. Да мы и так выиграем. И потом, да, скаточек слили. Давай, скаточек слили. И потом, под конец тоже. А потом вот это вот, хуже уже не будет. И тут пац, потом. Бетрайтер минус, все время. Ну да, про старый, конечно, ВПСПРО. Это важно смело уходить на... Третью мапу. Это у противостояния. Ну, пока, да, пока на рап. Ну, если победы в драках нужно подтверждать, каком сносы их в паромах, сейчас идем дальше. Сейчас, как раз, Капец подлетает к Сереге. Silent, X, залетели, на Рубика, кресты, еулы, потайфу, гни-буджи, руту, фокса. О, я, я, яички. Казармы сел, света, не лимит. Вот эта нотка. КТМ переграла, да. Опять. Зайти, федану, света над землями, не разрушили. Барак еще, если неправильный. Для меня неправильный, для Каспера правильный. Сори, Роман. Ныч. Вообще, да, в этой ситуации они успевали вполне ими лишние забрать. Сори, спокойно, успевали бы забирать, и уйти чуть ли не два барака. Если б все, никто никуда не бегал, они тупо били. Вся на развороте будет. Сейчас умрет Герокоптер еще разочек. Опа. Бам, на форста бит, БКП, и бак пожать неплохо. Сразу же лассо. Да, поэтому ему не страшно. А вот Год стрелял. А у Года нету. Он БКП прижимает. А в Годни андрейк там. Надо как драться, потому что сейчас Райлд встанет, и нужно чем-то отбивать. А, тут МП лишились сейчас, большей частью Фалрайзер. Телекинес, Афонин, Кулфит, замерз, замерз, стан. Афонин, неет. Убирает Афонин без байбека. Нет байбека, понятно. Но Тауэр надо забирать. Еще пара стоков, на самом деле, басрайдер, накинет там. Я не знаю, что он на базу ушел. У него вроде 300 хп буквально нет. Стакки просто продолжал бы накидывать, на самом деле, барах могли бы защитить. Ну да, тут сейчас потратили клип в результате, и стаки спали уже. Специально сейчас вообще, да, уже отталить, 30 хп буквально. Так, залетает Патрайдер, Юлы его поднимают. Ой-ой-ой, какой... Как круто все сделали. Как все в линию встали они. Ну что, наверх. Сверх какой подходит. Можно наверх хотя бы. Спокойно, не спошли убивать, да. Они уже на хате катают их по 15-му кругу. Да они панятся уже, они, знаешь, они просто драка, драка. Видим бревника, пытаемся его убить. Там могли бы уже плотненько так стороной заняться, нижней и вверх. Ну, наверх, наверх, сейчас сместятся, я думаю, никуда не будут отходить. Они, если даже фиданут пятером, ну, 25-30 даже уже почти по голде. 20-ка ровно по хп. Ну да, да, опять такая ситуация, что пятеро Virtus.pro, Fonet Wars, лучше пятерых хеллрейдзер. Опа, Слип, здравствуйте. Я тоже с линзой. Я издалека могу кастить Слип теперь. Опять пошли ЕМПшки, готема, смело. Хорош, что Бейнер его съел. Пайпэк, соответственно, опять нету. Эта сторона тоже упадет, если они... А сейчас Сахонин еще умрет. Фонин меку прожал, подкоп дали, пока пейпак, Салента хочет убить. Салента падает, но уже Ринкарнатор скатилась, поэтому он снова возродится. Фокус пытались достать кораблем, не вышло, ну и там. 0 Virtus.pro, в этой серии Best of 5, Final One Zero. Где тут? Ну, первая игра за 25, это игра за 20. 9. Считай. Ну, 4 минуты подольше, чем первая. Ну так, ну все равно довольно быстренько получается. Ну, что-то мы надеялись, конечно, какой-то такой сегодня продолжительный вечер.